Хочу обсудить, что будет с вашим телом, если вы будете есть только углеводы в течение примерно двух недель. Конечно, нет пищи, содержащей лишь что-то одно. В пище всегда есть немного белка, немного жира и так далее. В природе нет ничего, в чём содержались бы одни углеводы. Любопытно, что средний человек, по крайней мере, в США, получает примерно 65% калорий из пустых углеводов. Исследование на эту тему найти очень трудно, просто потому что никто не согласится есть только пустые углеводы хоть какое-то время. Но можно взглянуть на другие данные. Например, некоторых военнопленных во Вторую мировую войну кормили только белым рисом. И есть данные из Японии конца 19 века, где значительная часть населения употребляла огромное количество очищенного белого риса. Там не ели цельный коричневый рис. Рис шлифовали на специальных машинах, тем самым удаляя его внешнюю часть. И это порождало много проблем. Белый рис интересен тем, что это пища с высокой концентрацией углеводов. В нём мало белка, мало жира. В нём много крахмала, который очень быстро превращается в сахар. Когда заметили большую проблему после перехода на шлифованный рис, оказалось, что многие люди стали болеть, особенно военные, особенно во флоте. Заметили, что у людей возникает несколько проблем. У них были отёки и припухлости. У них пропадал аппетит. У них были неврологические проблемы, онемение, покалывание и боль в ступнях и кистях, вплоть до паралича. В конце концов, сдавало сердце. Оно останавливалось, случались инфаркты. Этому дали название «Берри-Берри». Это серьёзнейший дефицит витамина В1, вызванный употреблением шлифованного риса. «Берри-Берри» бывает и от большого количества алкоголя. Эту проблему пытались решить много лет. И в начале 20 века один врач смог решить её. Моряков стали кормить ячменём и мясом. Сначала думали, что это дефицит белка, но позже, когда были открыты витамины, выяснилось, что это был дефицит витамина В1. Следует сказать, что бывает сухая форма «Берри-Берри» и влажная форма «Берри-Берри». При влажной форме страдает сердечно-сосудистая система, сердце. При этом сильно отекают и опухают ноги. Увеличивается частота пульса. Возникает кардиомегалия, то есть сердце увеличивается, а это очень опасно. При сухой форме «Берри-Берри» страдает нервная система, и это проявляется в ступнях и кистях. Они менее сильная боль и потом паралич. А поскольку дефицит В1 затративает нервную систему сильнее, чем любую другую, облуждающий нерв очень большой, возникает много проблем с пищеварением. Возникают запоры, пропадает аппетит. Даже блуждающий нерв не может без витамина В1 обеспечить выработку соляной кислоты. Так что если посадить человека на диету из белого риса, то, вероятно, через месяц-другой у него случится инфаркт. Всё зависит от генов человека, от запаса нутриентов в его организме, и, конечно, от того, чем ещё он питается. Суть в том, что если есть только углеводы, возникнет много проблем со здоровьем. Давайте ещё обсудим отсутствие белка в пустых углеводах. Когда кто-то ест очищенные злаки или рафинированный сахар, не получая белка, ведь в растениях, как правило, нет белка такого же качества, как животный белок. У человека точно будет проблема с белками в целом, с аминотислотами, с биодоступностью белка, с превращением его в ткани тела. А нам нужно достаточное количество белка для костей, для мышц, для нервов. Но, что важнее, наша иммунная система зависит от белка. Также наша ДНК зависит от белка. Всем ферментам в биохимических реакциях нужен белок. А без качественного белка у вас будет масса проблем. Итак, перечислю проблемы, вызванные дефицитом белка. Номер один — апатия, депрессия. Ваше настроение будет паршивым, вы будете вялым, уставшим, хронически. Ухудшится память, будет трудно заснуть, будет диарея, кожа будет шелушиться, будут сильные отёки, будет потеря мышечной массы. И повторю, ослабнет иммунная система, вы не сможете бороться с инфекцией. Будут проблемы с ремонтом ДНК, а это ведёт к раку и множеству других проблем. В остальном всё будет хорошо. О, забыл про облысения. Волосы будут выпадать. Давайте обсудим также нехватку жиров. Если вы едите все эти углеводы без качественного жира, я говорю о насыщенных жирах, о холестерине, о жирах, в которых есть омега-3 жирные кислоты, такие как ДХА, которая крайне нужна мозгу. Кстати, мозг процентов на 60 состоит из жира. Так что, если уменьшать жиры в рационе, скажем, вы едите углеводы и белок. Но белок постный, в нём недостаточно жира. У вас будут другие проблемы, ведь жир нужен для гормонов, жир нужен для желчных солей, которые помогают переваривать жиры. Нам нужны жиры для извлечения жирорастворимых витаминов. А, Д, Е, К1, К2. Вот некоторые симптомы дефицита жирных кислот. Сухие волосы и сухая кожа. Очень-очень слабые связки. Недостаток коллагена в суставах. Так что будет сильный артрит. Даже сосудистая система, состоящая из белка, пострадает. Появятся сосудистые сетки, покраснеют глаза. Появится склонность к аневризме и даже к инсульту, ведь сосудистая система ослабнет. И жиры нужны для создания гормонов, которые поднимают настроение. При нехватке жиров у вас, вероятно, будет депрессия, также сильно пострадает иммунная система. Кроме того, при диете из одних углеводов у вас будет высокий уровень инсулина весь день. Это быстро приведёт к инсулинорезистентности. И тогда у вас будет проблема с усвоением топлива, с усвоением нутриентов, всех нутриентов, которые нужны для здоровья. Будут симптомы метаболического синдрома и диабета третьего типа, то есть деменции. Хочу сказать ещё несколько слов о дефиците витамина В1. Один способ вызвать дефицит витаминов, особенно В1, это есть много сахара и других пустых углеводов. И это не только очищенный рис, потому что витамин В1 нужен для метаболизма сахара и других углеводов. Поэтому начнут появляться симптомы субклинического дефицита В1. И раз уж мы заговорили о витамине В1, он отлично защищает от многих повреждений, вызванных высокоуглеводной диетой. Одно отличное средство, которое я всегда советую при диабете и высоком сахаре — это бенфотиамин. Это разновидность В1, которая защищает от повреждений из-за высокого уровня сахара в крови. Конечно, это не решит проблему сахара в крови, но это определённо минимизирует симптомы диабета. И раз уж мы говорим об углеводах, если вы на углеводной диете, а такова, по сути, веганская или вегетарианская диета, и вы получаете меньше белка, соблюдать эту диету с пользой для здоровья возможно, но вы должны чётко понимать, что вы делаете. Наши тела эволюционировали за счёт употребления жирного мяса. Наша генетика целиком основана на охоте на животных. Конечно, временами мы ели растения, ведь мы ели практически всё, что у нас было. Но наши тела были созданы, чтобы метаболизировать животные продукты. Можно посмотреть на это и под другим углом. Если вы отказываетесь от животных продуктов в пользу углеводов и растительной пищи, вам намного труднее получить важные нутриенты, такие как B12. Главный источник B12 — это животные продукты. И качественный цинк мы получаем из красного мяса и других животных продуктов. Омега-3 жирные кислоты мы получаем из рыбьего жира. Я не говорю, что вам обязательно есть всё это сейчас. Я просто говорю, что если вы больны, если у вас есть слабости в генах, если у вас проблемы с пищеварением, то будет очень трудно стать здоровым на растительной диете. Посмотрите на людей с проблемами ЖКТ. Например, на тех, кто из-за генетических особенностей не переваривает глютен. Боже мой, растительная диета убивает их желудок. Возьмём хотя бы полиморфизм рецептора к витамину А. Вы не превращаете бета-каротин, который есть в растениях, в активную форму витамина А, ретинол. А он есть в ичных желтках, в печени и других продуктах животного происхождения. Вы скажете, я буду просто принимать БАД. Если это будет синтетический БАД, вы не получите тот же эффект. Но это возможно сделать. Я не говорю вам этого не делать. Я лишь говорю, с животными продуктами намного легче. Чем больше проблем с кишечником, тем плотояднее нужно быть. Я не говорю, что нужно есть лишь постный стейк. Я говорю о здоровой корневор-диете. Субпродукты, морепродукты, рыба, яйца. Достаточное количество жира в белке. Кроме того, количество нутриентов в животных продуктах в огромной мере возрастает, когда мы переходим от мяса зернового откорма к мясу травяного откорма и к мясу полностью травяного откорма. Но в общем, суть в том, что если вы хотите попробовать углеводную диету, со здоровьем у вас будет не ахти. Невозможно слишком долго выживать только на углеводной диете. А правильную информацию о том, какая диета способствует здоровью, вы узнаете вот из этого видео. Посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok